Данные о месте падения штурмовика Ил-2 были получены бойцами поискового отряда во время сбора информации по Липецкому учебному авиацентру. Он базировался на территории Сергиевского района в годы Великой Отечественной войны. В ходе работы ребята выяснили, что несколько самолетов потерпели авиакатастрофу. Во время одного из разговоров Иванов Сергея, который входит в наш отряд, он узнал информацию о том, что именно в этих окрестностях разбился самолет. Мы первоначально не знали ни марку, ничего. Очевидцы привезли сюда на место, нам показали примерно место, где... И сказали, что как бы воронка от этого самолета еще здесь цела и, возможно, двигателем был. Тут же быстренько собрали ребят. Двигатель из воронки был поднят примерно в 80-е годы прошлого века. Он находился в земле вертикально, на глубине около 4 метров. В воронке предположительно могут находиться другие части штурмовика. Узнав о данной информации, бойцы поискового отряда сразу же приступили к работе. Свой лагерь разбили неподалеку в прошлый четверг. На следующий день очистили место падения самолета, отмешавших поиском корней деревьев. После этого в ход пошли лопаты и металлоискатели. Их у бойцов отряда два. При помощи одного ищут мелкие детали на глубине 40 сантиметров. Второй же рассчитан на крупные находки на глубине 2,5 метра. В ходе работ ребята нашли небольшой фрагмент фанерной обшивки. До деталей самолета в воронке добраться не удавалось, но продолжали попадаться обломки брони, обшивки и двигателя штурмовика. Благодаря обнаруженным деталям бойцы установили марку самолета. А на днях приблизительно в 30 метрах от основной воронки была обнаружена вторая. В ней нашли мелкие фрагменты остекления кабины, брони, приборов, обшивки, а также кусок офицерского ремня и провода. Сегодня работа ведется параллельно в двух воронках. Когда начали работать, сейчас выяснили, что двигателя уже нет в воронке, но остался возможный винт и редуктор, на которых стоят номерные номера. И по ним можно будет с большой долей вероятности выяснить, кто был за штурвалом этого самолета. Это основная задача. Поисковые работы бойцы ведут дружной командой по 5-7 человек, сменяя друг друга. Палящее солнце и полевые условия их не пугают. По словам командира отряда, мальчишки работают не покладая рук, даже после заката солнца. Ищут в темноте с фонариками до поздней ночи, а ранним утром снова бегут на место раскопок. В таком режиме работают даже самые юные участники экспедиции, возможно, будущие бойцы поискового отряда. Все равно немногие мальчишки в твоем возрасте поедут в лес заниматься раскопками. Что тебя привлекает в этом? Ну, что мне как бы хочу что-то найти, и просто мне нравится что-то копаться, что-то находить. А если вдруг еще представится возможность до того, как ты вступишь в поисковый отряд, ты поедешь? Да. Мне нравится поисковый отряд, но я хочу нести свой клад, чтобы меня туда взяли. То есть в дальнейшем ты планируешь вступить в этот поисковый отряд? Да. На месте падения ИЛ-2 поисковый отряд «Подвиг» пробудет еще пару дней, после чего бойцы начнут исследовать уже имеющиеся детали. В дальнейшем основная часть останков штурмовика отправится в музей поискового отряда «Подвиг». Что касается места его последнего пристанища, здесь в планах установка памятного знака. Валентина Поликарпова, Александр Жуков. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3».